Все, началась игра. Варигеймс, они же титаны, бывшие Варигеймс. Я все никак привыкнуть не могу, но я постараюсь к концу турнира уже стабильно называть этих ребят титанами. Хотя на самом деле мне название не очень нравится. Лично мне эти титаны, какие титаны. Итак, итак, титаны за дефенс, одни дефузы у нас у скрима, IB Power начинает в атаке. Посмотрим, что они нам предложат. Три игрока моментально занимает тэшку, пронесутся по тэшке. Эксистен скорее всего их слышал. Возможно думает, что атака будет планироваться на B Plant. Что это за дым какой-то непонятный. И теперь Экзистенс у нас решил перейти близко в центр. Но скорее всего это было связано просто с приемом Раша на B. Так как Раша на B нету, Экзистенс теперь у нас принимает близко middle. Очень много команд, особенно вчера мы видели команду Homeless, которая, например, все время выходила в mid. Но Варигеймс это, конечно, совсем другой уровень, поэтому я думаю, что мы включим Экзистенса, который вот у нас стоит близко в миде. Делает он сразу минус один, но не удается ему убить более чем одного игрока. Теперь у нас Шокси главный, и Шокси успешно справляется с двумя игроками атаки. Ну и последний у нас под B убирает скрима, выходит на B. Но тут как тут у нас Шокси, и это трипл килл от Шокси. Отличное начало для игрока, который занимает третье место в рейтинге лучших игроков по версии сайта HLTV.org. Именно Шокси у нас на третьем месте. Ну, это результат был ожидаем, предсказуем. Единственный для меня вот непредсказуемый результат это был Дося. Ну, а Шокси было понятно, что он должен войти в топ, и он попадает в топ-3. Ну, а первые два места это Форест и Гитрайт, конечно же. Причем оба игрока, что Форест и Гитрайт, по-моему, заслуживают именно на первое место. Я бы вообще сделал по версии, опять же, того же HLTV.org, такой совместный криз. Именно первые два места объединил бы. Итак, счет 1-0. Титаны взяли пистолеты. Полная эко... Нет, не полная, это была эко. Извините, это была не полная эко. А я байпауэр, пока я говорил, рассказывал про Шокси, делали вот такой плохой бай с пистолетами, при этом ничего не показали. Все поиграли в каких-то разных участках карты. Ну, вот, по-моему, Адрен единственный, кто не покупал. Видимо, он готовится или дропнуть АВП, или сам будет играть с АВП. Ну, остальные команды сейчас будут делать точно полная эко, так как денежек у них нет. Смит у нас по-прежнему играет с пистолетом. Кстати, вот то, о чем я говорил в игре от Na'Vi, когда вот Гвардиану во втором раунде, там, два раза подряд скидывали АВП, видите, вот такой игрок, как Смит, который тоже снайпер, ему не скидывается АВП, потому что, ну, Вэри Геймс играет в этой ситуации, считай, более грамотно. Они понимают, что снайпер абсолютно не нужен в игре против пистолетов, а покупка АВП это только лишний риск, так сказать, на эко-раунде его потерять. И, собственно, Гвардиан терял такое АВП при игре команды Na'Vi. Вот теперь Смит у нас успешно покупает снайперскую винтовку, счет 3-0 и, по-моему, нет, паузы нету, потому что я уже пугаюсь. Не видно в спектакльском режиме, когда будет пауза, когда нет, но сейчас все окей. Скадудл чекает у нас лифт нижнюю тэшку, большинство команды IBP перетягиваются в верхнюю, спускаются в нижнюю, но у нас идет такое стандартное занимание, агрессивное причем, они уверенно забегают, спускаются вниз и никого, ничего не боятся. Теперь вот контролят. Ну, вообще, это стандартное хорошее занимание, можно его делать вдвоем, можно втроем, ну, эти парни решают сделать его втроем. Теперь кидается дым, при этом Смит у нас попадает через ворота по Адрену, который играет с АВП, собственно, для этого он и ничего не покупал во втором раунде. Ну, и идет у нас, по-моему, прокид Медла, просто какой-то фейковый, положили дым, чтобы отвлечь ребят, и теперь у нас парни с Б ожидают, что к ним могут зайти с Медла, но на самом деле это просто фейк, и при этом очень грамотный Смог откидывает команда Титан в Зиг, собственно, не дает ребятам из IBP выходить через Зиг, они должны ждать и контролировать дальше всю карту. Вот Смог проходит, и все-таки IBP решает выходить в центр. Но при этом Скрим поджимает просто Т-шку, дает сразу инфу, понимает перемещение полностью команды, ну, и включим, наверное, Шокси, он у нас звезда сегодня, да и не только сегодня. Скрим делает важный минус, ну, а Шокси, увы, никого не убивает. Тем не менее, вот так не очень круто играет команда Веригейм, ставится бомба, ситуация 2 в 3. Вот 2 в 2, Смитс сделал очень важный минус, он с АВП, подходят ребята к воротам, закидывают флешки, по позициям у нас, наверное, не очень хорошую Дейзель занял позицию, и Смитс убивает последнего. Очень важный хороший раунд берет команда Титанов, ситуация 1 в 1, и Смит оправдывает как раз вложенные в себя средства. В начале раунда он простреливает, и потом убирает еще двоих или троих игроков команды Тим Айбай Пауэр. Счет 4-0, когда будет 5-0, я спою уже привычную для многих песенку, часть песни. Ну, надеюсь все-таки, что сможет еще команда Тим Айбай Пауэр немножко напакостить Титаном. Вот, Энджер у нас занимается вычислением длины, непонятный прошив, через 2 ящика вряд ли он шился, точнее, через ящик и дверь. Адрен с Энджером работают на длине, и при этом 2 игрока Атаки уже находятся в Зиге. У Вэри Гейм все достаточно дефолтно, видите, команды особо ничего не меняют в игре на Дасте, вот на этой позиции часто играет Ваня Эдвард, на этой Старикс, поэтому точно так же, все точно так же мы видим у команды Нави. Ну, и не только у Нави, но и у многих команд. Смит при этом делает уже минус, извините, я абсолютно не обратил внимания, где это произошло, но, судя по его расположению, это был или Зигзаг, или Центр. И опять идет у нас выход Медлой, Зажим Б полностью, при этом, ну, как-то не очень отыгрывает на самом деле у нас игроки команды Титанов, потому что вместо того, чтобы забить на какую-то из точек, они пытаются принять одновременно 2 эти точки, и, соответственно, не получается у них на 2 фронта поработать и убивают их. Ну, тут уже индивидуальная игра Скрима подкачала его, хотя парень играет действительно очень сильно порой. Скадудл умирает, и Смит у нас, точнее, Энджер у нас оставался 1 в 3, и команда Веригеймс минирует бомбу. Вчера с Зевсом мы, например, пришли к выводу, что очень много команд, особенно американских, выходит почему-то мидл, и сошлись к такому выводу, пришли, что выйти Зиг куда тяжелее именно для этих ребят, у них недостаточно практики, видимо, и не хватает какого-то понимания именно, как нужно выходить, как нужно раскидывать банки и как грамотно отстреливать этого снайпера, который находится на картинке. Поэтому они, собственно, выходят почему-то все время мидл, ну, а мидл очень легко законтролировать, когда вы находитесь в численном большинстве или просто решили принять мидл. Собственно, вчера, например, очень много команд принимало мидл отсюда, отсюда, и еще один человек стоял в окне. Поэтому мидл это хорошая точка, но когда его смотрят, одновременно 3 человека. Хотя в этой ситуации у нас Скрим сыграл не очень хорошо, и команда Айбе Павар могла брать эти браун. Смитс опять делает минус, опять этот минус он делает в центре. Просто отличная игра от Смитса, и еще один минус от этого парня. Теперь он сделал минус Зиги. Ну, пока что не промахивается Смитс на карте ДАС-2, правда я пропускаю все его фраги. И опять у нас, что бы это было, это выход мидл. Мидл. Что? Простите. У меня что-то... Я что-то, что-то... Кстати, да, песня, я забыл про песню. Какая бой, какая бой, Аргентина, Ямайка, 5-0. Так, ну тут уже на самом деле 6-0 скоро будет, но на 6-0 у нас песен пока что не придут. Адрен! Один в три, пытался из-за икса расконтролить, но не получается у него. Извините, что я тут в центре показывал спины, на самом деле немножко потерял управление. Штурвал выпал. Итак, итак, дорогие друзья, счет 6-0. Команда Титан выигрывает у Айвай Пауэр. Напомню, что первую карту они проиграли. Это была Сизон. Выбор, скорее всего, американской команды. Энджер при этом срывает просто своего. Видимо, в коробке он в дыму и флешках не заметил своего напарника и пришлось ему его просто взорвать. Отличная ХАЕшка прилетает к Экзистенсу. Ну и команда Айвай Пауэр будет пытаться как-то зажать планета. При этом у них есть Тейзет Зиги. Смитс играет на гусе. И Экзистенс на картинке про него есть информация. Ну, Энджер будет пытаться отстрелить как-то Смитс с АВП и, скорее всего, у него ничего не получится. При этом к Дейзет Зиги уже приходят два игрока защиты. Падает бомба и Раунд, скорее всего, опять же отходит ребятам из Титанов. Потому что тяжело будет теперь отбить эту бомбу в Зиге. Ее будет контролить. Вот, откидывают дым. Смитс делает минус через мидл. Зигзаги и Шокси заканчивает этот раунд. 7-0. Пока что американцы не могут показать такого же уровня игры и понимания на Сизоне. Не совсем я понимаю. Логику их действий. Пытались они как-то навязать игру через мидл. В принципе, были моменты, в которых они могли победить. Но, в общем, Веригеймс, конечно, смотрится здесь немного шустрее. Они все делают быстрее. И с пониманием у них на Дасте 2 все окей. Ай, Бай Пауэр. Теперь у нас на шифтах попробуют выйти, я так понимаю, на длину. Вот, выходят ребята на длину. Тут и принимает НБК. Делает минус 1, падает в яму. Теперь ему должна прилетать ХАЕшка. Нет, ему прилетает флешка. Почему мне переклассывают по центру непонятно. И я пропускаю, как НБК просто невероятные хедшоты делает в позиции из ямы, когда он уже должен был умирать. Видите? Вот, минус 4. Не всегда автодиректор как-то работает правильно. Иногда на него понадеешься, а он все пропустит. И Скадудл. Ситуация 1-2. При этом бомба на длине. Очень тяжело будет взять подобный раунд. Тут Скримми чуть не ошибся. Мог умереть. И тогда бы уже НБК вряд ли брал этот раунд красным. Хотя он мог бы. Скримми и Скримми заканчиваем этот раунд. Счет 8-0. Счет 8-0. Титаны против Тим Ай Бай Пауэр. Ну что ж, пока что американцы не показали чего-то необычного. Играют они в принципе достаточно уверенно. Но какие-то у них действия все достаточно предсказуемые. И Вери Геймс очень грамотно перемещается и принимает их в большинстве. Вот они друг другу дали флешку. Еще ослепли, но при этом сделали минус. Грамотный коктейль Молотова. Центр захолдился. И сейчас американцы будут пытаться что-то расконтролить. Но при этом нет, они не пытаются что-либо расконтролить. Они просто банально выходят на Б. Тут стоит Шокси. Делает минус 1. Ну а дальше это муви, я думаю, да. Собственно Шокси делает мувики-демки вместе со Смитцем. Ну, непонятно вообще. Американцы, как я уже говорил, играют. Отстрелили центр и потом просто бегом, очень спеша перемещаются на Б. При этом Шокси стоит рядом. Он все это слышит, понимает. И убивает практически всю команду соперника в одиночке. Ну, там вместе со Смитцем. Хотя, я думаю, даже если бы Смитца не было, Шокси бы сыграл в этой ситуации на все свои 100%. Теперь же ребята из Америки опять выходят на длину. Только теперь Дейзе даст им грамотную флешку. Ну, а мы включим у нас НБК. НБК слепнет от этой флешки, падает в яму, откидывает. И будет пытаться продемонстрировать АИМ. АИМ у этого парня есть. Забирает троих. И теперь уже Шокси уверенностью зажимает, не попадает. Ну, и Смитц заканчивает, скорее всего, этот раунд. Остается и ЗК 1 в 4. Ой, 1 в 3. Подбирает Кольт. И, возможно, у него что-то получится. Нет, у него ничего не получается. Смитц заканчивает этот раунд. 10-0 в пользу команды Титанов. И это уже огромное преимущество, которое будет крайне тяжело американцам отыграть. Даже если они возьмут оставшиеся 5 раундов. Хотя и то не факт. Потому что... Потому что далеко не факт. Непонятно, за счет чего им брать эти 5 раундов. Когда они вот так вот летят уже во протяжении 10 раундов. За счетом 10-0. Не могут они пока что собрать раму, как говорит Зевс. 4 в 4. Вот на самом деле им нужно немножко как-то остановить свой пыл. Было подойти там в ЗИК, раскидать его и выйти. Но они дальше действуют как-то не совсем для меня понятно. Раскидывают флешки. Потратил просто человек флешку. Зачем? Непонятно. Теперь у него этой флешки нету. И возможно она бы ему пригодилась. Раскидывают наконец-то. Они зигзаг. Как я просил. Скудл при этом очень плохо смотрел в спину. Скрим врывается и его убивает. При этом этот раскид это был фейк оказывается. Это был фейк раскид. И опять выход в мидл. Где стоит Шокси. Вместе со своим АВП. И принимает двоих людей. То есть ну. Не хотят американцы выходить зигзаг. Не хотят они зажимать что ли рашем 3 плюс 2 длину. Ну никак они в общем не хотят ничего делать. Конечно просто легче. Выйти сюда. Дать дым. И попытаться там зайти. То есть. Самое легкое что может быть на дасте. Это как раз наверное выход в б плюс. Центр. И американцы пытаются его все время исполнить. Причем. Айбай павар не первая американская команда. Что хомлесс вчера. Что маус спас. Делали абсолютно те же самые вещи. И за это их. За это друг друга наказывали. Ну а тут уже Вари Геймс такой халатности на этой карте не играет. Карта Дос 2 очень популярная. Обкатанная карта в Европе. Ну без шансов для американцев пока что. Хотя счет 11-0 за дефенс это очень сильно. Например европейские команды когда играют друг с другом. В основном обыгрывают за террористов. Потому что РАС-2 является такой картой терроровской. Но видимо не в Америке. В Америке 11-0 это нормальный счет. И они еще готовы будут посражаться. И что же мы видим. Опять раскидали зигзаг. И опять нужно выйти в мидл. ОМГ. Ребята. Кто-то может мне вот это объяснить. Они просто ну. Они не хотят идти в зиг почему-то никто. Зачем раскидывать этот зиг и выходить в мидл. Без размена, без фейка, без ничего просто. Ну. Не хотят они хорошо играть на Дасте 2. Это их право. Счет 12-0. Вари Геймса довольны. Они рассчитывали что тяжело будет. Но видимо после того как Айбай Пауэру так вот пыхтели на Сизоне. Они хотят просто и легко отдать карту Даст 2. Удивительно опять у нас теперь 4 игрока защиты атаки. Занимает верхнюю тэшку. Судя по тому что бомба под Б это опять будет выход куда? Вы должны сейчас угадать куда будет выход. Конечно же это выход в мидл. У нас скрим. Умирает скрим. Теперь остается в шоксе. И скорее всего наконец-то он оправдается этот выход. Но и то не факт. Смотрим за НБК. НБК у нас не такое брал. Вышел в мидл. Про него знали есть уфа. Эксистенс. Наконец-то первый раунд у нас отходит команде Айбай Пауэр. И что удивительно они опять пошли в мидл. Делать выход Б плюс С. И наконец-то он получился. Из-за неудачной игры скрима. Он сыграл очень близко к воротам. Не откинул каких-то гранат. Понадеялся возможно на гранаты от Шокси. Но Шокси его не понял явно. И его быстренько разменяли. И раунд уходит американцам. Но с 12 раундами в запасе это уже позволено. Итак. Титаны против Айбай Пауэр. Счет 12-1. Опять же у нас, как мы видим, человек с бомбой в верхней. Двое спускается вниз. Дейзет. Наконец-то на удивление делает минус в зигзаге. Это был Смитс, который видимо выходил с АВП. НБК промахивается. Подбирает снайперскую винтовку у Смитса. Потому что по идее Смитс должен был быть снайпером. Но не факт. Возможно и НБК уже с таким счетом решил побегать. С АВП. Хорошая АХЭшка кладется на длину. Но Экзистенс умирает. И теперь опять все предпосылки для того, чтобы американцы сели раунд. Энгер наконец-то разыгрался. Что в прошлом раунде, что в этом. Он делает минус 2 или минус 3. Команда остальная выходит через зигзаг. Ну и уже в стиле, что попало, заканчивает этот раунд. Счет 12-2. Титаны по-прежнему впереди. И уже мало что может остановить их от победы на этой карте. Адрен тем временем делает минус Шокси просрелом в дым. Ситуация 4 в 5. При этом, я так понимаю, НБК не совсем были нужны ему деньги. Да, команда Вари Геймс в последнем раунде потерпела. Такое фиаско денежное. НБК покупает маг 7. И уже будет принимать зигзаг с магом 7. При этом к нему вот идет ЭЗК. Но не рискует, опять же, он выходить почему-то зигзаг. Скорее всего, мы увидим опять нашу любимую комбинацию. Ай-яй-яй, по таймингу не совсем удачно ребята решили сделать вот эту башню. И, видимо, впервые за долгое время мы увидим, как команда из Америки рискнет выходить зигзаг. Но тут их принимает НБК. И, возможно, мы станем свидетелями красивых фрагов с маг 7. В прыжках. Адрен вот аккуратненько вычисляет зигзаг. И вот зря они спалились. Зря они спалились. Вот так вот в полете принимается. И делается красным. В общем, два игрока при этом красные. НБК одного убивает, двух оставляет красным. ЭЗК остается 2 в 1. На бомб пленте. Игроки Дефенса знают, что он на пленте. И кидают ему ХЕ. И он взрывается. Отличная ХЕ под ноги. ЭКЗИСЕНТ решил подобрать АВП для себя за вторую сторону, чтобы сыграть вместо пистолета. Ну, а у нас маленькая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Буквально через минуту мы продолжим наш стрим. Здравствуйте. У меня почему-то вылетел Counter-Strike. Уже во второй раз. Не знаю, с чем это связано. Но уже connected. Надеюсь, я ничего не пропустил. Так как пистолеты это, наверное, самый важный элемент, который остался в данной игре. Да, ничего не пропустил. Все хорошо. Счет 13-2. Титаны выиграли первую сторону за Дефенс. Небывалый счет на этой карте именно за Дефенс. Поэтому не думаю, что у ребят из iBayPower получится сделать камбэк. Если бы счет был точно такой же счет за другую сторону, то все возможно. Но за Дефенс взять 13 раундов это крайне тяжело. Но такое можно посмотреть только в игре между Титанами и iBayPower из Америки. Так, у нас пошла игра тем временем. Рестарты. Рестарты у нас. Как мы видим. 13-2. Титаны, iBayPower. Что нам предложит команда VeryGames? Четвером они идут в Т-шку. Прилетает им дым. Скорее всего они просто дождутся дым и полетят в этот дымок. Но они кидают просто себе дым на выход. Такую-то флешку и врывается мясом в это дымище. Врывается. Ни по кому не попадает у нас парень из окна. И теперь дело за малым. Просто сдержать план B. НБК вместе с Шоксом находятся на пленте. Не будет ожидать у нас Шокси в этой позиции. Так как вот НБК играет достаточно агрессивно именно с плента. Но при этом у нас другими вещами занимается. Точнее окном у нас занимается еще другой человек. Скрим. И он сделал основные минусы в этом раунде. Счет 14-2. Команда Вэри Геймс продемонстрировала стратегию в своем стиле. Кинули какой-то сами себе дым на выход. И просто разбежались в этот дым. Айбэй Пауэр не ожидал такой вообще наглости. И просто ничего не смогли сделать. Ну там еще на самом деле вот этот человек в окне мог. Если бы обладал хорошим аимом с пистолета. Мог сделать важные минуса. И там где-то около 2-3 минусов. Но у него не получилось этого сделать. И соответственно бомб план B был занят. И команда Титаны взяли пистолетами. Да, немножко я почитал лошад. Действительно Глок немного понерфили. Но это уже случилось около полугода. Действительно Глок был очень сильный. Он с одного патрона на дальних дистанциях убивал просто в голову с первой. И действительно это немножко надоедало. Потому что стрелять с него было очень легко. Просто тап-тап-тап. Как говорится. Сажимаешь первую кнопку мышки. И по-любому убиваешь соперника. Который точно тоже играет с пистолетом. С B2000 или с успом. Итак, счет 15-2. I-Bay Power у нас решили закупиться уже конечно же. Потому что это матчпоинт для Вари Геймс. Адрен с мухой. Вот такой вот интересный. Красивая у него муха. Какая-то акулья. С акулой. Муха с акулой. Вари Геймс выходит в миддл. Они знали, что тут играет муха. Сейчас прилетит наверное какой-нибудь смачок. Хотя нет. Это не миддл. Это они просто вышли за контроль или миддл. И теперь скорее... Нет. Все-таки решили они. Экзистенс такой вышел миддл. Проверил. Дал инфу. Сказал не. Все-таки пойдемте миддл. И будут пробовать они. Принять. Ребят, которые к ним будут выпадать. Пари Геймс успешно зажимает Б. Делает свой размен. И соответственно берут очередной раунд. Соберя в копилку. И просто карта уходит без шансов. Без вариантов. В команде Титан. Без шансов. 16-2.